Напомню о том, что первая половина дня выдалась непростой. Непонятным образом вместо познавательных встреч, концертов и мастер-классов я посетил детскую дискотеку, послушал орган в церкви, не мог поиграть в настольную игру, а с перформанса меня вообще выгнали. Так бы все и закончилось, не окажись я в Киркенесском самовар-театре. Постановка «Затерянный на горизонте» посвящена границам и тому, как они влияют на людей в их буднях и праздниках, планах и надеждах. Все это под удивительное музыкальное сопровождение. Музыка и текст, движения и разные языки становятся единым целым. Затерянный на горизонте – актуальный спектакль. По данным ООН, четверть миллиарда людей сейчас оставляют свои дома и пересекают границы в поисках лучшего будущего. В то же время по всему миру воздвигают стены и создают новые пограничные зоны. После театральной постановки я попал совершенно другую атмосферу – на рок-концерт. На сцене выступала норвежская группа «Биг Бэнг». Этот коллектив из Осло очень любим жителям королевства. Недавно музыканты выпустили новую пластинку «Глори Чорт». Новым альбомом они доказывают, что умеют играть цепляющий рок и создавать невероятные живые шоу. К слову, перед норвежским роком мы слушали русский. Ива Нова – этот квартет крутых российских артисток из Питера, играющих смесь современного рока и этно с нотками джаза и электроники. Говорят, их мощное звучание объединяет в себе деревенскую неусидчивость, с городским сумасшествием. Закончился день совсем не так, как начинался. Объединенная сеть журналистов Баренц-региона «Баренц Пресс Интернешнл» пригласила российских журналистов на частную посиделку с жителями Киркинесса. Дело в том, что в этот день шла прямая трансляция норвежского отборочного этапа на участие в вокальном конкурсе «Евровидение». Среди претендентов была жительница Киркинесса. Лиза Васильева родилась в Мурманске, но в три года переехала в Норвегию. Жители Киркинесса ее очень любят, считают своей, доверяют и полностью поддерживают. Право представлять страну в масштабном европейском музыкальном конкурсе надо заслужить. Лизе это удалось. С каким же трепетом за нее переживали? Эмоций было много, голосование проходило онлайн. Но меня поразило другое. В королевстве сами жители решают, кто представит страну на Евровидении. Отборочные этапы проходят очень зрелищно. Мы же в России не участвуем в голосовании за кандидатов. К сожалению, Лизе не удалось победить. Норвегию будет представлять другой артист. Но в глазах жителей Киркинесса талантливая девушка уже победительница. В следующем сюжете я расскажу, как мне все же посчастливилось побывать на перформансе. И на этот раз меня не выгнали, потому что там проходила настоящая свадьба. Не пропустите. Иван Герасимов, ТВ-21, Киркинесс, Норвегия. Субтитры создавал DimaTorzok